По слушанию, трюкам, танцам, преодолению препятствий, поиску, всему этому можно научить любую собаку, даже дворнягу. А вот по сбе овец нет. Ведь это, пожалуй, единственное направление в кинологии, чему четвероногого друга научить нельзя, если у него не проснулись инстинкты. Все эти собаки увидели овец впервые. В этом вся суть такого испытания – пробудить в животном то, для чего оно было выведено. Ведь многие четвероногие потеряли лучшие качества в связи с неправильным разведением. Даже этот в последнее время весьма известный коржик был выведен для пастушьей службы, но популярность породы превратила ее в диванную. Тестирование на пастушьих качества – это племенное мероприятие, где из городских собак выявляют тех, кто сохранил свои природные инстинкты. В этот раз познакомились с овцами около 30 собак самых разных пород. Заметим, что в нашей области такое мероприятие проводится впервые. Организовано оно благодаря Ине Барановой, основательнице первого в России Центра по подготовке пастушьих собак, судей международной категории. У нас собаки, которые работают с овцами, они имеют очень разное происхождение и в свое время используются для разных служб. Какие-то собаки просто сопровождали стада, например, огромные стадо на ярмарку ведут. Им не нужно маленькое такое филигранное управление. Другие собаки, наоборот, работали с маленьким количеством овец, и они должны были провести их через загончики, дороги. И поэтому их работа немножко другая. Поэтому, так как у нас здесь породы всех направлений, каждую породу мы оцениваем не только на интерес, но и на стиль работы. Некоторые собаки тест не прошли, потому что охотничий инстинкт преобладал над пастушьим. Другие с заданием справились, но не обошлось без замечаний. Не хватает позы, характерных крадущейся, да? Именно, когда стадо стоит, в предстоящем стадии не шугануть его, замереть, а в него шугануть. Этот активный, проворный, но еще маленький Бубуси приехал в Россию из Польши. Теперь со своим хозяином Павлом Касьяновым живет в Курске. Мужчина с детства мечтал о Коле и долго искал щенка с хорошими кровями. И это тестирование – возможность проверить Бубусю на пастушьи инстинкты. Показал себя отлично для щенка и закрыл лучшее, что мог на сегодняшний день. Сказали, что все, не диванная собака, ни в коем случае. Теперь это настоящая овчарка и нужно относиться соответствующе, несмотря на то, что он Бубуси. Павел и Бубуси намерены и дальше развиваться в этом направлении и готовы приезжать в Орел на тренировки. К слову, теперь это станет возможно. Мы в нашей Орловской области, при Федерации Орловской области, с удовольствием открываем это направление. Нам помогают наши фермеры, есть у нас такие, которые предоставляют своих овечек и на своей территории готовы проводить тоже небольшие занятия. Также мы подготавливаем постепенно в течение года место, где будут проходить лагеря и различные тренинги. Мы будем приглашать инструкторов по разным направлениям, по стилям, потому что есть стиль собирающий и традиционный. Мы будем приглашать тренеров по этим направлениям и готовить своих тренеров, учиться, развиваться. Конечно, все будет. Так что бойтесь овцы не волка, а пастуха и собаку, ведь теперь служебных четвероногих в нашей области станет еще больше. Стефания Басарева, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Спасибо.